Друзья, всем привет! Это Айван, и вы смотрите Тур-селфи со звездой. После чего заключает контракт с продюсерским центром Виктора Дробыша. В 2016 году Саша представил Белоруссию на конкурсе «Евровидение» в Швеции под сценическим псевдонимом «Айван». Привет! Я в Нью-Йорке. Блин, погода шикарная! Все замечательно! В Нью-Йорке поселились мы в районе Сохо. Но я просто не в курсе, что там есть какие-то районы. Определенно они есть, как и в любом большом городе. Район Сохо. Мне довелось побывать даже недалеко от центрального парка. Но это было все так, ну, так происходило ночью. И поэтому, когда я приехал к друзьям на квартиру, встал около окна, и мне сказали, вот там вот центральный парк, ты прямо на него смотришь. А из-за того, что была ночь, я его не видел. Ну, можно сказать, что я как бы, ну, как бы видел его. Ну, я был напротив этого центрального парка, но было темно и ничего не видел. Так что я не знаю, как к этому даже относиться. Первый раз в Америке это было что-то грандиозное. Вот выходишь просто в город и вот ждешь, пока какие-нибудь черепашки-ниндзя или Человек-паук из-за угла завернет. Ну, потому что, что не улица, то улица из фильма. Поэтому первый день я проснулся в 6 утра, несмотря на то, что я лег в 4 часа. Проснулся и пошел первым делом в самую обыкновенную, недорогую, американскую кафешку. Просто, чтобы насладиться вот этой всей атмосферой. Получил я колоссальное удовольствие. В кафе никого не было. И очень вкусный омлет. Всем советую приехать в Сохо и попробовать домашний омлет и кофе. Что восхитило больше всего в Штатах, я даже не знаю. Просто ты, когда приезжаешь в этот город, совершенно другая атмосфера. Там вот эти здоровые машины, огромные вот эти Шевроле, огромные здания, хот-доги по доллару и Кока-кола, кстати, тоже по доллару. Я так прикинул, вот если вот так вот, если питаться одними хот-догами и Кока-колой, в принципе, на 30 долларов можно там прожить месяц. У тебя такой портфель сам ездить, если что. Мне больше нравится, конечно, экскурсионный такой вид отдыха, потому что ты ходишь, во-первых, это другая культура, другое отношение к жизни, в принципе, другая архитектура, еда и вообще все. Другой воздух. И поэтому хотелось бы, конечно, задержаться, но не получилось, на чуть подольше, чтобы походить там, там наконец-то дойти до Центрального парка, чтобы погулять в нем, а не смотреть в черное окно, и не понимая, что там Центральный парк. Empire State Building, я, кстати, видел это строение. Но тоже странно, вот ты едешь по городу, который ты видел только в фильмах, и странно оказаться в нем. То есть ты представлял, ну, Empire State Building, где-то на картинках, где-то в фильмах его часто показывают, снимают с вертолета, красивое такое здание. А ты тут просто едешь к друзьям, и оно так из-за угла выглядывает, типа, привет. И так смотришь, е-мое, неужели это оно? Я думал, оно больше, ну, такие всякие ощущения. Так как я там был первый раз, я камеру просто из рук, у меня была две камеры, я просто из рук их не выпускал. Я снимал все подряд, все абсолютно. И родилась такая идея, что на новую песню, которая в скором времени уже будет готова, и дай бог она выпустится, будет еще такое сопровождающее видео о моей поездке в Нью-Йорк. Встану с колен, удары метят боль, и я слышу тонкий звон в руке, помятая ладонь, это не свет, но выйти надо всем, кто светил и тонет огонь, поможет дать ответ. Меня вообще восхитило, восхитил Амстердам, и не по этому поводу, что там все можно, а он просто очень красивый, ну, такой харизматичный город с этими узкими домиками, они все копперекошенные, кривые, там, огромные строения, то есть, наряду с теми домиками, которые в три этажа и в четыре окна максимум, потому что, если больше окон, то это какой-то налог очень большой. Наряду с этими зданиями есть какие-то невероятные церкви, невероятные соборы, какие-то огромные площади, такой, разный, разный очень город. Амстердам, там очень много велосипедов, я столько великов вообще никогда не видел, они просто, мне кажется, один за другим вот так вот привинчены. И это абсолютно нормально, никто их никогда не украдет. Тоже удивительно, потому что, если бы, наверное, где-нибудь здесь вот велики стояли, кто-нибудь тиснул, как мне кажется. Маленькие европейские машинки, у меня даже фотография есть в соцсети, где я рядом стою с такой красной маленькой машиной, как туда, как там вообще люди вмещаются, непонятно. Это какой-то, какой-то мотоцикл в крыше просто. Паста в Италии. Вот прямо вот в Италии. Вот почему-то в Италии, я не знаю, что они туда добавляют, может, они в этой, в морской воде ее кипятят, не понимаю. Но как ни пытался делать здесь, у меня так не получалось. Вот, наверное, вот паста вот самая вот замечательная, с трюфелями. И с, в чем, с сыром с этим, непонятно. Вот, и с сыром. Народ, привет! Это Италия. Реально круто. Прям так бы здесь и осталось. Тепло, хорошо и вкусно просто до безумия. Редактор субтитров А.Семкин В каждом большом городе есть такой, так называемый, старый город. Где вся эта старая архитектура, старые церкви, соборы, какие-то эти лавки сувенирные. В старом городе мы были, в Тель-Авиве. Опять же, такой фильм был «Принц Персии», если кто-нибудь помнит. Да, вот, я прям себя там почувствовал «Принц Персии». Хотя я был вообще не в Персии, но тем не менее. Тоже эти узенькие улицы, цвет кирпича такой, знаешь, да, бежевый. Платки вот эти расписные, красивые, какие-то непонятные сувениры, непонятно зачем, что с ними делать, какие-то яйца, то ли не яйца. Это ножи, еда, пища. Там люди вот в этих штуках ходят. Он очень харизматичный. Как-то описывать это все тяжело, потому что он сам по себе, он пустынный, но зелени там предостаточно, я вам хочу сказать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Евровидийный тур. Мы были, также мы были в Швеции. Швеция тоже такой колоритный город. Несмотря на то, что мы где-то жили на окраине, мы все-таки в Стокгольме, я имею в виду. На окраине Стокгольма, рядом с Global Arena. Мы идем. Первый раз, да, первый раз идем в арену. Немножко нервничаю, не знаю, почему. Аккредитацию, кстати, взял, сейчас покажу. Привет, друзья! Первый раз я в Global Arena. Мы пришли на репетицию, посмотреть, как тут, что происходит. Всем привет! С вами Айван. Тем не менее, у нас получалось приезжать в центр. И опять же, там культура Евровидения развита очень сильно, потому что там победители Евровидения, там даже есть споя «Аллея славы». То есть, там фотография, какой-то атрибут этого артиста и вот так вот все ребята, которые, ну, все команды, которые выигрывали на Евровидении, там это все есть. Тем более, не могу отметить тот факт, что там есть еще поющие светофоры или музыкальные светофоры. То есть, ты стоишь на светофоре, как бы никого не трогаешь, и когда наступает время, что нужно куда-то идти, играет музыка. А не просто музыка какая-то играет, а музыка, хиты, евровидийные, евровидийные хиты. То есть, ты вот под эти евровидийные хиты, там. Также я там был в музее. Музей, я, конечно же, не помню, как он называется, но там был самый огромный, насколько я знаю, в Европе, наверное, самый здоровый корабль деревянный, парусный. Он пролежал на дне 300 лет. Ого, нормальный такой корабль. Его потом достали. Он проплыл, по-моему, 100 метров и потонул. Потому что его как-то укомплектовали так очень сильно. Он весь золотой был, он весь в золоте был. И прямо такой весь красивый, с пушками. И прямо, ну, так отплыл и потонул. Какой-то неправильный корабль получился у ребят. Совмещать работу с отдыхом, это многого стоит. И это очень приятно. Редактор субтитров А.Семкин